Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Я рассталась с парнем несколько дней назад, я в отчаянии неинтересно ничего. Мы встречались два месяца, я успел облюбиться и страдать даже от того, что его нет рядом. Он изначально был идеальным, ухаживание, общение интересное, секс классный, Галантин писал, звонил, часто виделись, потом резко стал отдаляться, писать реже, звонить, но виделись часто. Я стал спрашивать, в чём дело, сказал, что работает и не может постоянно быть всё как раньше, что отношения перешли в более спокойную фазу. Планы на выдачу не обсуждал, добрых слов нежности не проявлял, говорят, что не любит этого, эмоционально холоден, комплименты не делал никогда. Но мне было хорошо с ним, когда мы рядом. Гуляли, ходили в кафе, кино, дома смотрели фильмы, общались на различные темы, и готовили вместе, веселились. Когда учеб перестал писать, как обычно с утра и ночью перед сном, я вывел его на разговор вновь, и выяснилось, что есть минус. Как оказалось, он считает мою фигуру непривлекательной, недостаточно спортивной, хотя я очень стройный, занимаюсь спортом, но не фитнес-модель, то есть кубиков нет. Все всегда говорили о моей фигуре хорошо, я считаю, что обычная фигура. Сказалось, что от того, что не нравится тело, у него с влечением проблемы. Хотя при этом с сексом все в порядке было, даже и очень хорошо. Мне было неприятно услышать не то, что фигура не нравится тут на вкусе цвета, а то, что он врал, что работает занят и не писал. Потому что оказалось, я была не в его вкусе. Моя сумаска убита, я постоянно ищу в теле недостатки, но не могу понять, что не так. Так, я расстался с ним, сказав, ищи свой типаж тогда. И не показалось, что мне было неприятно. Он сказал, что прощаюсь с ним. Теперь я убитый морально, мне кажется, что я реально не такая какая-то, что не достану любви. Как мне вернуть свою уверенность? Ну, правда, наверное, заключается в том, что вашей уверенности никогда не было. Вот. Была некая такая иллюзия того, что вы обычно... Вот. И вы себя убедили в том, что... Ну, что достойна любви. Из-за того, что... Ну, занимаетесь, к примеру, тем же спортом, например. Вот. Я не думаю, что у вас когда-то была уверенность, потому что, ну, уверенность, она, если есть, да? Если есть уверенность, то она, наверное, ну, так вот, так быстро, да, она не проходит. Она не исчезает. У вас исчезла, соответственно, я... Делаю вывод, что у вас уверенности не было никогда. То есть вы всегда себе сомневаетесь. Вот. Так или иначе. Просто на какое-то время вам удалось это, вот, что называется, купировать, да? Ну, вот, ну, появился товарищ, ну, вот. На его месте, кстати, мог быть кто угодно, то есть на его месте мог быть другой человек. В принципе, не обязательно он, ну, не обязательно этот мужчина. Мог кто-нибудь, кто-нибудь, кто-нибудь другой появиться. Вот. Вот это нам вообще ни разу, ни разу не показать. Вот. Ну, смотрите, во-первых, показатель то, что вы не обращаете внимание на очевидные факты. То, что, ну, окей, ему не нравится ваше тело. Хорошо. Ну, извините. Исходя из вашего сообщения, я сделал вывод, что секс был, как минимум, неоднократный у вас с ним. И что это, что получается? Получается, что ему не понравилось ваше тело, да, только вот, значит, на какой раз, на десятый, на пятнадцатый, да даже на третий. Это странно. То есть, ну, не работает это так, понимаете? Вот. То есть, ну, не работает. То есть, сначала все было хорошо, значит, а потом, внезапно, резко, значит, тело, телу не понравилось. А до этого, типа, он ваше тело не видел. Вот. Такой, значит, занимался с вами сексом, да, думаешь, что вот, тело-то у нее другое. Вот. А потом, однажды, значит, с вами занимается сексом, такой, о, так у нее вот такое тело. Ничего себе, блин. Первый раз вижу. Ну, то есть, это не выдерживает просто никакой, никакой критики. Объективной. Такая, такая, такая позиция. Вот. Вы, вы, извините. Но вы на это, как бы, внимания не обращаетесь. Дальше. Вы говорите, что вот он врал, я не в его вкусе и так далее. И, да, это ваша самооценка, по вашим словам, убита. Вот. Вот. Значит, о чем это говорит? В первую очередь, это говорит о том, что вас отвергли. Вот. И, о, вам неприятно. Но не просто неприятно. То есть, ну, как бы, нет ничего приятного в том, что вас отвергли. Вот. Как бы, любому человеку, любому человеку будет неприятно, если его отвергают. Любому абсолютно. Вот. То есть, вы, вот, ну, поймите этот момент, что это нормально, это нормально, что вам неприятно. Абсолютно. Но, ну, нет, что-то в другом. Что с наценку, с наценку, да. То есть, человек, получается, для вас настолько много значит. Вот. Человек, получается, вот настолько вы его значимость, ну, для себя увеличили, да. Скорее всего, искусственно. Скорее всего, искусственно. Какая-то вы не такая. Вот, принимается вам как, вами как истина. За счёт чего вы увеличили его значимость? возникает вопрос? И, за счёт… Из-за его слов, думаете, что теперь вы недоatched на любви. Вот. То есть как вам в принципе такая идея пришла в голову, да? То есть вот, ну каким образом вам эта идея пришла в голову? А образом таким на самом деле довольно простым. Что вы всегда, я подчеркиваю, всегда подозревали, что не достойно любить всегда. На это указывает то, что вы быстро влюбились, на это указывает то, что вы, ну по сути, не можете без него. То есть вот, ну тяготеть, тяготеть очень, очень сильно к нему. Это указывает то, что вы, как только он от вас отдалился немного, да? Вы сразу начали его выводить на разговор, спрашивать его, что случилось тогда. То есть, ну появилась такая вот тревожность у вас. Конечно, конечно, вы, ну вы можете не соглашаться с этим. И можете говорить, да нет, это вообще нормальная реакция абсолютно, вот. И абсолютно нормально, что я вот начала спрашивать, говорить что. Ну нет, нет, это вот то самое, ну вообще такой страх, к сожалению. Вы себя не принимаете, вот, вы подберегаете сомнению свою ценность. То есть вы говорите, я не достойно любви, пока. И дальше, как бы, ну, по тексту. Я не достойно любви, я не достойно любви, пока меня не полюбит, например, кто-то. Вот, я не достойно любви, если мне скажут, что я не в его вкусе. Хотя, хотя, тут вы противоречите себе, потому что вы говорите, что мне плевать на то, что... Я не в его вкусе, это типа, ну... Типа, нормально вы говорите. Вы говорите, что это... Но это норма. Вот. Ммм... Но при этом вы говорите, что вот меня задело то, что вот... Он обманывал. Тут тоже... Вас... Цепляют... Определённые вещи... Определённые вещи понижают в вашу самоценку. Вот. Вот. Эээ... Когда... Речь идёт... О каких-то больных... эээ... ну, больных точках. Вот. Вашей... Знадцать. То есть, о том... Что вы себе не принимаете. Почему? Считайте это, ну, чем-то вот... Чем-то плохим, ужасным, там... И так далее. Вот. Значит... Эээ... Это нужно выявить и помочь вам принять. С одной... с одной стороны. С другой стороны... Вы центрируетесь на своей ценности. Ну, вы... Постоянно её оспариваете, да? Ставите под сомнение. Как-то... Сомневаетесь, ну... В ней... Ну, вот. Свои... Ну, свои... Свои... Свои ценности, я имею в виду. Сомневаетесь. Вот. Почему? Почему вы сомневаетесь в своей цене? А вот, вы её не выражаете, вы её не проявляете. Занятие спортом, это не то, что проявляет вашу... Цену. Ну, только если вы чего-то не добиваете в спорте. Вот. Вы себя хотите сделать красивой. Привлекательной. Вот. Вы даже говорите там... Без кубиков. Вот. А откуда эта история стала? Что... 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 Ну... Что без кубиков. Вот. То есть... Почему это важно? Вы сравниваете себя. Вы себя сравниваете с другими, например. Ну, например. Например. С другими там, допустим, фитнес-мобильными там, например, и так далее. Вы себя сравниваете с ними. А как вы приходите к тому, чтобы себя сравнивать? А это вы делали всегда. Ну, в большей, в меньшей степени, да. Но... Всегда. Всегда вы это делали. Всегда. Ну, вы не замечали этого. Вы этого не замечали. До определенного момента. Теперь вот. Заметили. Но так было всегда. Поэтому уверенности у вас не было никогда. Ну, тут и личные границы. Как-то вот. Где я, где ты. Где мои желания, где твои желания. Где твое видение чего-то. Где мое видение чего-то. Вот. Личных границ тоже нет. Вы с человеком, да, вы как бы в нем растворяетесь. Вот. Вот. А когда? Вот. Когда мы хотим раствориться. Вот. Мы хотим раствориться, когда не принимаем себя. Как раз. Как раз. Опять же. Вот. Не принимаем себя и пытаемся раствориться в другом. Ну, в другом человеке. Пытаемся раствориться в его отношении к нам. Вот. Сами-то мы не очень понимаем, как к себе относятся. Точнее, я бы сказал, что сами к себе мы относимся плохо. Мы сами к себе относимся, ну, довольно... Негативно. Вот. Нам от этого больно. Вот. Мы хотим лучше к себе относиться. Сами мы не можем этого сделать. Не знаем, как мы себя не принимаем. Понимаете? Ну, поэтому нам нужен... Вот. Другой человек. Так вот и вам этот человек нужен. Нужен сейчас. К сожалению. Я, честно говоря, не знаю про любовь ли. Ну, про любовь ли ваша история. К сожалению. Так вот. Пока это выглядит, ну, больше, как некая потребность в другом. Вот. Пока это выглядит, как некая такая, ну, зависимость, если хотите. Вот. Потребность, зависимость, нуждаемость. Вот. Это вот пока так выглядит. Ну, пока так выглядит. Пока. Вот. Поэтому вам нужно увидеть в первую очередь, да, вот, что вы в себе не принимаете, да, и вот учиться это принимать. Вот. Может быть. Может быть. Может быть. Я не знаю. Может быть. Какая-то болезненная история у вас с этим связана. То есть, вот, ну, какой-то травматический опыт. Может быть. А может быть вы в среде такой росли. Вот. Ну, то есть, вы росли в такой среде, вот, где, вот, как-то, вот, ну, такая оценка, да, вот, ну, человека. Такая оценка человека. Нормально. Вот. 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 То есть, вы росли в такой среде, где, вот, ну, абсолютно нормально смотреть на человека, там, с точки зрения, там, вот. Есть у него, там, кубики или нет кубиков. Так вы понимаете. И как-то, вот, вы, ну, вообще, привыкли к тому, чтобы, вот, ну, чтобы так к себе, чтобы так к себе относиться. Вот. Ну, всегда, всегда относились, да? Вот. Чего? Как бы. Всегда относились и, 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 и сейчас так же относились. По привычке. По привычке. Вот. Ценность, ценность свои, ценность свои вы не замечаете. Вот. Ну, например, ценность какая может быть, что вы такой, такой вот, такой вот, ну, открытый, искренний, там, тёплый человек. Ну, это просто, это просто, это просто, это, опять, просто пример. Сейчас говорю, я не знаю, вот. Но, вот, вполне вероятно, что, вот, есть что-то такое у вас. Вы это не замечаете. Вы на сцене своих интересов не замечаете. То, что вам нрав, о, то, что вам нравится, то, что вас, ну, привлекает как-то, как-то. Не замечаете. Не замечаете. Не привыкли. Надо обращать внимание. И всё. И, как бы, вуаля, и, вот, пожалуйста. Вы уже, ну, в такой ситуации, вот, в таких, в таких отношениях. Вот. Обратите внимание, что вас, что вас влюбило в мужчин. Тоже очень важный момент. Что именно вас, ну, в, в, э, влюбило в него. Влюбило вас в него отношения к вам. Ну, нам же, так вот, сейчас, так часто говорят, что смотри на то, как к тебе относится человек. Ну, мы смотрим. Не очень понимая того, что к нам человек относится. Либо, так как он считает нужным относится. То есть он, исходя из целей. То есть вот, ну, исходя из того, какие у него цели. Либо, как он нас видит. А как он нас, как он нас видит. Ну, в основном, видит через проекцию. То есть, о, красивая, красивая девушка. Понравлю. Всё. Это она красивая? Нет. Это мы посчитали её красивой. Для нас она красива. Мы увидели в этом красоту. Мы, это наша активность. Не девушки. Понравится? Вот. Сколько на этом историй, курьёзных. Когда девушка идёт, да. Вот. А я говорю, толчёты меня соблазняют. Как бы, вообще мысли не было. Соблазняют. Ну, такая, ну, такая девушка была. А есть, как бы, обвиняю. Потому что человек увидел в этом что-то, ну, что-то соблазняют. Так это чья ответственность? Ну, конечно, это ответственность всех человек. То есть, не мы красивые, нас видят красивыми. Красивыми. Понимаете? А мы, чтобы быть красивыми, чтобы легче всего быть красивыми, нам нужно быть собой. А вместо этого мы изо всех сил стараемся, там, понравиться кому-то. Соответствовать чему-то образу, там, моде какой-то и так далее. Да, у нас получается кому-то понравиться, да. Только делая так, мы становимся уязвимыми. Вот от таких людей. Понимаете? То есть, вы воспринимаете красоту как ценз. Ценз. Вот тут. Это было всегда. Опять же. Поэтому негативные чувства, которые у вас есть, это нормально. Их вам можно и нужно помочь прожить, а дальше корректироваться на оценку. Что-то как? Вот это всё? Что-то советы? Что-то есть такая красота. Ну само собой это процесс. Это процесс. Это процесс не быстрый, вот, это вот тоже важно Нужно понимать, что этот процесс требует, ну, времени, вот, но это корректируется с разных сторон, с внутренней и с внешней, а таких людей, которые вам говорят разные вещи, будет много Как бы, ну, не он первый, не он последний Сегодня вам сказал он, что вы ему не нравитесь Вы думаете, что всё, вы любви не достойны, вот А завтра вам другой человек скажет Слушай, да, ты обалденный вообще? И что будет? Ну, буквально, что будет? Опять, может, ну, вы на крыльях опять? Опять на крыльях полетите На себя, на себя необходимо учиться опираться На свои отношения, вот На свои ценности На границе личную Своей Это всё Процесс Вот вы говорите, что вам ничего не интересно Правильно? И не было никогда ничего интересного Скорее всего Не было Вы просто понимаете, какая штука Вот вы Постарайтесь увидеть Вам Значит Вот Сегодня Вот сегодня К вам Придёт этот парень И скажет Слушай, я ошибся У тебя всё классно? У тебя классное тело? Вот Что вы будете Ну, как бы Как вы на это Отреагируете? Вот он вас прям Будет убеждать Ну Вы Опять будете радоваться Скорее всего Вы Обрадуетесь О Всё так я классно Понимаете? Когда вы говорите, что вы не достойны любви Здесь момент в том, что Вы всегда Не достойны любви Вот Что бы вы ни делали Не достойны любви Почему? Потому что вы допускаете, что Думаете, что вы Можете быть Не достойны любви Вот А любовь это, ну, вообще Как бы Штука такая Она Безусловная Она Безусловная А вас этого нет Это мне нужно учиться 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 Так На этом всё Надеюсь, что помог вам Буду благодарен за обратную связь Вспомним ответы Это позволит вам начать над собой работу Желаю вам всего самого доброго Удачи Обращайтесь Удачи Удачи Удачи